Всем привет, дорогие друзья! Вышли с Лисей погулять, сейчас из-за одной новости расскажу. Как она подросла у нас. Да, Лисюша? Ну что ж, друзья, продолжим наш разговор. Я ревакцинировалась, это одна из новостей. Впервые вакцинировался наш сын. Причем так произошло, что я ревакцинировалась в один день с его вторым этапом вакцинации. Как ребенок пережил первую прививку от коронавируса? Хочу сказать, что слабость была в первый день, невысокая температура. Ну, как-то на второй день немножечко конючила. А вот второй этап дался ему сложнее. Вот сейчас у него второй день после прививки, он плохо себя чувствует. У него температура 38, какие-то неприятные ощущения в легких, как он говорит. Я ревакцинировалась. Причем так интересно получилось, когда стали данные заполнять. На госуслугах оказалось, абсолютно отсутствуют данные по моей первой вакцинации. Ревакцинировалась я и пивак короной. Также будет происходить два этапа. Что я хочу сказать по своему состоянию здоровья? Я себя отлично чувствую. У меня нет никаких признаков абсолютно. По сравнению с первым разом, в первый раз у меня болела сильно рука. У меня немного была приподнята температура. Вот такое какое-то состояние. Нестояние пару дней было. Этот раз, вторые сутки заканчиваются. В первый день у меня температура поднялась до 37 градусов. Причем ни ломоты, ничего не было абсолютно. И болела немножечко рука. Покраснений никакого нет. Ничего такого нет. Я вообще очень хорошо себя чувствую. Никаких признаков явных нет. Вот такие вот у нас новости. Хочу повторить, что на эту тему очень много всяких мнений таких. И кто-то говорит о том, что надо это делать. Кто-то говорит о том, что не надо это делать. Я продолжаю считать, что это личное дело каждого. Но среди близких людей, среди наших близких людей, есть смертельный случай молодого человека. Близких людей, еще раз хочу повторить. Поэтому каждый делает свои выводы. Покуда вот это где-то кто-то, у кого-то и ты не знаешь, кто это и где, и ты, кажется, да, это на самом деле может быть какая-то ерунда. Но когда уже близкие люди умирают, молодые люди, в молодом возрасте, вот тут задумаешься. Опять хочу сказать, что это абсолютно личное дело каждого. В нашей семье все вакцинируются. Мы решили, что мы будем поступать именно так, как мы считаем нужным. Вы делаете так, как хотите вы. Вот такие вот у нас новости. Ну, еще что я хочу сказать по сегодняшнему дню. Многие спрашивают, куда пропали, почему нет роликов. Очень много работы. Очень много работы. В школе у нас открывается точка роста, биология, химия, физика. Отстроили замечательных два новых современных кабинета, завозят оборудование. Конечно, мы во всем этом активно участвуем. И дома очень много дел было сделано. И, короче говоря, просто нет времени, сил и желания, скажем так. Но жизнь не войдет в свое какое-то определенное русло. Я думаю, все наладится, все будет хорошо. Хотя у нас событий очень много, все бьют через край. У нас первоклассник. Продолжаем собирать его в школу. Вот на днях уже 1 сентября мы еще не покупали одежду. Планируем в ближайшее будущее, в выходные дни, поехать, конечно же, купить одежду, закрыть вопрос первого класса, отчитаться по 10 тысячам, как мы обещали. На сегодняшний день 6 тысяч на сборы ребенка в школу мы потратили. И вот абсолютно отсутствует одежда, за исключением только одной жилеточки. То есть нужны рубашки, брюки, обувь, спортивная одежда. Все это будем буквально в ближайшие дни приобретать. Вот такая вот у нас жизнь, дорогие друзья. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я сегодня рубил перепелочек. Вот до двух отложила, буду суп из них варить, Саша хочет. С лапшой суп. А эти перепелочки тоже на кусочки я порезала, буду жарить сейчас. Здесь три перепелки, соответственно, на обед нам полакомиться. Перепеленное мясо очень вкусно. Сейчас вот посолю, поперчу, специями обсыплю и быстренько поджарю. Это молодые перепелки. Прям вот вкусно будет. Перепелки у нас дожариваются, а тем временем зарубили утку. Но это не муарты, она немножечко поменьше, мне кажется. Сейчас взвесим, посмотрим. Так, ну вот она, уточка наша, на телу 800 вышла. Ну, ларды, конечно, были покрупнее. Ну, тоже хорошие. Индюки. Причем вот этот индюк, да, Саша, смотри, он такой какой-то самый большой. Такой самый взрослый. Такой взгляд у него сердитый. И они у нас вообще какие-то ручные. Потому что Саша все время их на руках носил, гулять, играть. Вот они прям ручные, ручные. Большая уже. И ей, правда, как большая? Опять миссик уже. Вот. Вы ее пособачать не нашли. Что ты нашла? Что нашла? Костичку какую-то. Ну, куда ты ее тащишь-то? Внися. Здесь одно место, где мы гуляем. Не знаю, она будет сейчас обделаться или нет. Она здесь обычно вот ложится и трется, трется вот об этом месте. Что это значит? Внися, смотри, вот на куда, присиди сюда. Это страшно. Что-то опять нашла. Ну, помощница такая. Так, вернемся. Входит ищет травку специальную какую-то. Чистит желудка. Ну и заодно фигню какую собирает. Это собачатина, а? Все, она. Лися? Листа. Листа. Ну, что там? Не, Лисус, мы там были. Идем. Идем, Майя, идем. 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 Вот она что. Он что делает. Что это значит? Все такое. Лисюша, что это такое? Там что к террористике-то, а? Морда. Вот так. Вот так. Эй! Кто красоту всю показал? Косочка, стой, заодно нашла? Вот. Да, да, да. Моя Лисюша. Фу, ну, фу, ну, Лиска. Вот так. Ну, и что, закружилась? Впереди много интересного. Всем пока-пока. До новых встреч. Всем крепкого здоровья, удачи, любви, благополучия.